Следующий вопрос. Что такое вообще добыча? То есть, что значит человек убил животное на охоте? Говорит, сказал Абу Мухаммад Ибн Кудама, то есть в своей книге какой? Аль-Мухни. Добычей, то есть животным, которое убито на охоте, называется такое животное, которое вобрало в себя три описания. Ого, а что это за описание? Первое. Чтобы, во-первых, его можно было есть. Далее. Значит, это первое описание того, что такое добыча в шариате. Следующее описание. Ла-Малика-Ла. Так, чтобы у этого животного не было чего? Не было хозяина. Та-Ир. Имеется в виду, здесь не имеется в виду животное добычи, которое находится в заповеднике. Здесь проблема, то есть нельзя убивать такое животное. Считается за добычу. По словами Ла-Малика-Ла, у этого животного не должно быть хозяина. Идну Кудама имеет в виду что? То есть это животное не домашнее. Ни корова, ни барашек, ни курица. Это имеется в виду. И Мумтаниан. Что знаешь Мумтаниан? То есть оно должно сопротивляться человеку. Опять-таки не должно быть каким? Не должно быть домашним или одомашненным. То есть это далее придет. Смотри. Сейчас разберем это поподробнее. Говорит. Тем, что мы описали это животное первым описанием, что мы исключаем? Все, что не является съедобным, как медведь или кабан и тому подобное. Относительно этого человек не должен совершать искупительных действий. Касиба Аль-Бахаим. Как, например, хищники. Валь-Мустахбат Минал-Хашарат. Или какие-то мерзкие хашарат. То есть какие-то мерзкие насекомые, как, например, тараканы и тому подобное. Или черви. Валь-Тайр. Или какие-то птицы. Валь-Тайр. Валь-Мухаррамат. То есть птицы имеют в виду запретные птицы, как орел, ястреб и так далее. Валь-Мухаррамат. И другие запретные животные. Говорит Имам Ахмад, кафара, то есть искупительное действие, совершается только за то животное, которое можно употреблять в пищу. Говорит. То есть опять-таки Имам Ахмад что сказал? Все, за что совершается искупительное действие, если его Мухрим убил, то есть это животное, оно, его можно кушать. То есть имам Ахмад привели его здесь два выражения. То есть эти два выражения, смысл их одинаковый, просто имам Ахмад высказал их с двух разных сторон. Сказал, что искупительное действие плавится только за то животное, возмещается только за то животное, которое можно кушать. Потом сказал, что сказал, что любое животное, за которое вы плачете, искупитель действия, его можно кушать. То есть одно и то же, просто что разными фразами. Дальше. И это мнение большинства ученых. Вот этот вопрос понятен или нет? Далее, следующий вопрос. Ухрим убил, то есть это животное, оно, его можно кушать. То есть имам Ахмад привели его здесь два выражения. То есть эти два выражения, смысл их одинаковый, просто имам Ахмад высказал их с двух разных сторон. Он сказал, что искупительное действие плачется только за то животное, возмещается только за то животное, которое можно кушать. Потом сказал, что сказал, что любое животное, за которое вы плачете, искупитель действия, его можно кушать. То есть одно и то же, просто что разными фразами. Дальше. И это мнение большинства ученых. Вот этот вопрос понятен или нет? Далее, следующий вопрос. И это мнение большинства ученых. Вот этот вопрос понятен или нет? Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос.